книга открытым оком тема суды вопрос 1600 вы просили разные экспертизы для суда разве не верующие могут дать совершенно объективное рассмотрение вопросов веры отвечает игнатий тихонович лапкин действительно я просил социологическую психологическую и религиоведческую экспертизы но ввиду того что за все это надо было платить большие деньги я отказался от них но образец одного из моих заявлений могу огласить к слову сказать этот эксперт дала устные показания в суде мне это не помогло а все равно приятно с хорошими людьми поближе побыть совершенно неверующих людей трудно найти разве уж только среди коммунистов людоедов и в своей области эксперты многое могут прояснить вопросах веры об истинности веры вопрос и не стоял конечно же неверующий не просвещенный духом божиим не может дать правильный ответ по всем вопросам духовным в суд центрального района сухаревой т.п. от истца лапкина игнатия тихоновича заявление ходатайства прошу назначить и провести независимую религиоведческую экспертизу по моему иску к гтрк алтай клавриненко с м прокофьева и в петренка в с дружинину д.г. фильме пролог и в передаче на лестничной площадке настойчиво доказывают зрителям что я лапкин игнатий тихонович православный христианин юрисдикции русской православной церкви за границей являясь представителем раскольнической церкви тоталитарные свойства кои очевидны перед экспертом поставить следующие вопросы первое что такое русская православная церковь за рубежом рпцз когда она возникла причины и возникновения является ли ее учение новым христианстве отличается ли от учения исконные православной церкви 3 если догматическое различие в учении московской патриархии и русской православной церкви за границей 4 смысл значения слова раскол если раскол образование рпцз начиная с ее образования как церковь расценивает слова раскол что сегодня разъединяет мп и рпцз возможно ли примирение шестое какие претензии у рпцз к мп какую вину причину предметы должны устроить в рп по мнению рпцз чтобы объединиться седьмое какие причины по мнению мп должны устроить в рпцз чтобы возможно стало объединение восьмое в чем упреки в нарушении таких принципов правилов канонов у рпцз к мп и у мп к рпцз девятое почему руководители россии союза так благорасположены к мп сталин берия брежнев ельцин черномырдин путин в передаче на лестничной площадке принимала участие волобуева марина маратова доцент зав кафедры теологии агу адрес город барнаул улица димитрова 66 3 этаж 312 аудитория рабочий телефон 22 53 74 считаю что привлечение волобуева мм к экспертизе это и по совести и по закону оправдана лапкин и гнатий тихонович 20 марта 2002 год следователю по делу клеветы дружинина геннадия петровича в отношении лапкина и гнатия тихоновича и жителей поселки потеряевка заявление прошу назначить и провести необходимые экспертизы текстологические и иные по всем анонимным сообщением о мне и обобщине в поселке потеряевка поступившие за последние три года в органы мвд и прокуратуры края мамонтовского района мы абсолютно на сто процентов уверены что все это дело рук языка разума сердца и воли дружинина гп проживающего по адресу барнаул юрина 253 квартира 99 телефон 41 41 17 прошу также приобщить к делу постановления принятое народными депутатами на съезде в москве в период 90-х годов о том что никакие анонимки отныне впредь не рассматривать производством не принимать а бросать их в мусорную корзину анонимные доносы обошлись россии в десятки миллионов жизней в прошлые годы сегодня штукачи доносчики сексоты соглятатаев вновь ожили принялись за работу и как доказательством этому анонимные звонки в кавычках блюстителя беспорядков дружинина гп лютующего против святого звания христианина игнатий тихонович лапкин контактный адрес барнаул 2 строительная 62 16 телефон 35 32 42 24 38 46 кавычках блюстителя